Так, друзья мои, последнее время на канале просто активизировались зрители в видосах про отделку фасада дома Хаубергом. Поэтому я решил сегодня дать отзыв о доме, который простоял уже два года в максимально плотной эксплуатации в наших сибирских морозах и в наших сибирских реалиях. Друзья, садитесь поудобнее, буквально в ближайшие 10 минут я расскажу вам полностью об этом всё. Но для начала, друзья, не забываем подписаться на наш Дзен канал, потому что там проходят сейчас викторины, разные розыгрыши и вообще там жизнь кипит на самом деле. Я очень хотел бы, чтобы вы там были. А также не забываем переходить на наш сайт жарковский-мет.рф и выбирать вкусняшки с Алтая. Отправлю всем, обещаю. Сейчас есть дягель, есть разнотравия, скоро ещё будут разные ассортименты пополняться. Весь мёд на сайте собственноручно собран мною и моей женой Евгении. А теперь начинаем. И первым делом отвечу вам на вопрос, почему именно Хауберг и почему именно данный вентфасад, ведь на рынке их большое разнообразие. Мы точно знали, что у нас будет вентилируемый фасад. Либо это была бы кирпичная кладка, либо это было бы что-нибудь интересное и современное. Быть честным, вот сейчас, наверное, пальчиком правильно показываю, прям под карниз нашего цокольного этажа, там у меня выведена консоль 20 см. Она была сделана для того, чтобы укладывать кирпич. И кирпич мы хотели точно такой же, как на нашем заборе. Вы видите сейчас цвет персик. Слава богу, что мы этого не сделали. Во-первых, он себя повёл, очень некачественный этот кирпич, он стал разрезкиваться спустя годы. А во-вторых, друзья, он просто вышел из моды. То есть мы его брали 10 лет назад, делали забор, и он уже сегодня не современный. И, кстати, я уверен, что вы мне подтвердите мой довод. 90-е года мода на белокаменные изделия, то есть это все дома были из белого облицовочного кирпича, вы его помните, силикатный. 2000-е, начало нулевых, это красный кирпич пошёл. И тоже сегодня нелегко узнаваемые, проезжая какие-то деревни, посёлки, увидев архитектуру, мы сразу понимаем, какие года постройки этих домов. Потому что всё узнаваемо. И мы с Женей не хотели привязываться к какому-то периоду времени, а думали сделать именно тот вентфасад, который можно будет в дальнейшем при желании легко поменять. Это первое. А второе, благодаря тому, что мы отказались от кирпичной кладки, смогли на эту консоль водрузить два слоя утеплителя. Это был Rocklight и Technoblock от компании TechnoNicol. Тем самым мы утеплили наш дом. То есть сегодня, будучи честен и могу даже показать вам квитки зимних наших обогревов, это Сибирь, друзья, это Алтай. Самые лютые зимние морозы, мы тратим не более 600 кубов газа. Что если перевести на монету, то получается где-то 5400 рублей. А теперь давайте просто для примера, никому ничего не говоря, а можно даже, кстати, и написать в комментариях, хуже не будет. Сколько вы платите в морозы за отопление и горячую воду? Потому что горячая вода у нас тоже от газа. Соответственно, это ГВС плюс тепло 5400 рублей. То есть вы понимаете, да, в данном случае я говорю сейчас о цене, о выгоде эксплуатации, о выгоде монтажа. Сразу же отсюда выплывает как раз тема про финансы. Сегодня с высоты уже прожитых строительных лет мы видим, что Хауберг нам вышел в то время столько же, сколько сегодня нам вышли обои в дом. Обои и вентфасад. Друзья, если вам интересны ценовые расклады, сколько выходит квадратный метр разных вентиляционных вариантов, у меня такой видос есть на канале. И, наверное, я вам сейчас вот здесь ссылку прикреплю, если не забуду. Если забуду, напишите, я ее прикреплю. Вот. Три года назад, когда мы задумались о вентфасаде, это еще был малоизвестный, неопробованный, инновационный материал. И почему мы вообще рискнули? Надо сказать, что в чем-то здесь львиную долю успеха сыграли вы, потому что вы в комментариях, собственно, о нем и написали, а потом уже я начал читать. А во-вторых, есть такая поговорка, все новое это забытое старое. Сегодня многие восхищаются барнхаусами и кровлями на них, даже не подозревая, что фальцевая кровля покрывает 30% всех домов в российских глубинках. Как гибкая черепица, которую Технониколь делает уже много лет. Я очень педантично отношусь к выбору чего-либо, и поэтому не поленился, тщательно изучил этот вопрос, облазил сначала несколько крыш, а потом, закрепив тему, посетил специализированную выставку. Данный абзац надо было приберечь, конечно же, для рубрики «Страхи застройщика», но начну именно здесь. Кстати, самое главное, я и забыл сказать, так что же такое Хауберг, и почему в моих комментах так много каверзных заключений на эту тему? Все просто. Человеку присущее, видя что-то новое, включать в голове ассоциативный ряд и, видя материал, похожий на кровельный рубероид, мозг многих экспертов сразу выстреливает этот вариант. Жаль, что пытливостью ума обладают не все, а с другой стороны, возможно, это и хорошо. Больше комментариев на канале. Вот, наверное, в таком только ключе я могу почувствовать небольшой запах нефтяных включений. Хауберг – это та же самая гибкая черепица, только в немножечко другом дизайне, в дизайне кирпича. Что такое Хауберг вообще? Послойное формирование стеклоткани с битумной основой. Но битум там непростой. Почему он и не пахнет? Он какой-то восстановленный. Эксперты, наверное, лучше, чем я, ответят. Давайте, друзья, если в комментариях у нас они есть, напишите, пожалуйста. Как-то он называется измененный или восстановленный или еще как-то. И тем самым он не боится жары, он не течет, он не воняет. Запах есть. Запах есть, друзья, ну, безусловно. Но не так, как говорят в комментариях, что вы себя душите, вы там загибаетесь от этого запаха. Я рекомендую съездить на выставку, рекомендую сходить в шоу-рум, посмотреть в магазине, и вы все сами прекрасно поймете. Но по-другому я вам не докажу. Как можно доказать запах через видеокамеру? Никак. Следующий, безусловно, важный момент, особенно для самостройщика, простота монтажа. 350 квадратов фасада. Положить в одиночку нереально. И особенно хорошо это, понимаешь, сидя на лесах на шестом метре, привязанной на страховке, и с очень обостренным чувством страха высоты. Поэтому я не представляю, чтобы я с раствором прыгал туда-сюда и это все дело прикручивал. Но то, что я делаю это своими силами, братцы, ну, это вы знаете, канал так называется. Я не могу ничего изменить, я строю дом своими руками. И еще раз напоминаю, что на этом объекте не было ни одной коммерческой бригады. Никогда я никого не нанимал. От начала до конца было построено своими силами с участием родителей. Папа очень сильно помогал. Эксплуатация и уход. Как таковой он, в принципе, отсутствует. За два года я не помню ситуации, где мне пришлось бы как-то вообще обслуживать хауберг. А вот кирпич дает высолы. В местах слабой расшивки возможно его растрескивание. Да и, наверное, неправильно сравнивать эти два материала. Просто у меня было понимание или кирпич, или хауберг. Теперь поговорим о таком термине, как боли. Чего мы боимся и стоит ли вообще бояться? Насекомые, осы и птицы. Да, это вентфасад. И в нем могут селиться насекомые. Так же, как и птицы под кровельную часть. Но в своих выпусках, которые, опять же, в плейлисте справа вверху, в углу, вы можете увидеть, что мы простреливали специальную сетку под карнизом и под отливом цоколя. И туда уже не могут пробраться никакие птички. Осы тоже там стараются не селиться, если выбрать правильную крупность сеточки. Следующий момент, который, к сожалению, я вам доказать никак не смогу, только если вы мне поверите. Это то, что хауберг воняет. Нередки случаи, когда зритель пишет комментарий, что жить в вонючем рубероиде отвратительно и страшно. Для примера скажу, у меня с той стороны есть веранда, которая застеклена, и в солнечное время там просто жара. И по логике наших зрителей, тогда там, наверное, должно быть просто невыносимо дышать, так как рубероид выделяет токсины. Но, друзья, если мы немножечко сейчас вникнем в суть того, как, собственно, изготовлен сам материал хауберга, вы поймете, что он к рубероиду не имеет никакого отношения вообще. Такой яркий пример я вам показывал уже, наверное, в ролике сейчас или покажу. Это когда я его жег. То есть он не течет. Если мы, например, на жаре оставим бикрост или на рубероид или что-то еще, то вы увидите, как он начнет стекать на хорошей жаре. Этот же фасад уже два года у меня находится на солнечной стороне. Он уже встречал температуру до 50 градусов. Можем, кстати, сейчас пирометром даже стрельнуть на улице жара. И, скорее всего, сейчас где-то 30-35 на нем есть. Ничего плохого с ним не случилось. Теперь по поводу пожарной безопасности. Да, хауберг относится к категории Г4. То есть он горит. Но как он работает? Я показывал вам в выпуске, где мы использовали пожарный огнетушитель. Я поджигал хауберг различными путями. И, по-моему, он так и не загорелся. Но я уже точно не помню. В общем, очень тяжело его зажечь. Но если есть такая цель, если вы такую цель поставили, то без проблем. Конечно, вы его зажжете. Все горит. Бетон тоже горит, кстати. Следующий момент – это выцветание. Здесь мне, наверное, поможет патч, который 2 года пролежал в другом месте. И просто приложим и посмотрим, выцвел ли камень. Да и как камень может выцвести? Это базальт, друзья. Он не выцветает в принципе. Еще одна поправочка. Откуда у меня хауберг, собственно, остался? Это чтобы сразу узнали, а то будут вопросы. Я же не обшил вот ту сторону дома, потому как там два окна, и там у меня еще подлестничные моменты, которые требуют заливки пола. Поэтому у меня есть хауберг в пачках. Еще совершенно неиспользованный. Я сейчас очень постараюсь его достать. Но пойдем приложим. Но на самом деле этого можно было даже не делать. И так все понятно, что они идентичны. Идентичны. Но все логично, камень не умеет выцветать. Для чего я сейчас это все сделал? И что я понял благодаря этому? Что смотрите, защитная пленочка на месте. Легко снимается. Все как надо. Два года пролежал. Это тоже все будет у нас еще устелено. Но чуть позже. Так, положусь на место и продолжим. Осталось два вопроса. Это прилипание гонта и его выкрашивание. По поводу выкрашивания... Покажу вам наглядно. Это выкрашивание. По поводу прилипания гонта, друзья, долгое время где-то воевал вот здесь зимой с гонтами. Они у меня оттопыривались. И они все не приклеивались. Но вот сейчас жара. И все приклеилось очень хорошо. Смотрите. Как говорится, и гонт оторвать можно. При желании. Но это крайне сложно. И кто думает о том, что ветром чешуя поднимется, вздыбится и оторвется... Давайте уже сказки не сочинять, а? Давайте уже будем с вами реальными людьми. Теперь по поводу вопроса о том, что дети повредили, что-нибудь упало, гонт разорвало и так далее. Все элементарно. Например, у нас повредился вот этот гонт. Но я показывать это не буду. Я это расскажу в теории. Вы оттопыриваете два листочка, вырезаете сегментик. Такой же сегмент вы сюда вставляете, пробиваете двумя гвоздями и закрываете листочки. Все. У вас новый кирпичик лежит без каких-либо проблем. То есть повреждение стены Хауберга не имеет никакой проблемы. Все ремонтируется. Так, я надеюсь, вы меня слышите, потому что на улице ветер. Но будем надеяться, что ветрозащита на новой камере меня как-то выручит. Про минусы. Конечно, они есть. И я вам расскажу, используя сейчас квадрокоптер. Так будет интересней, так будет понятней. Взлетаем. До тех пор, пока у меня по соседству не вырос шикарный шалец с облицовкой из натурального кирпича, Хауберг привлекал взгляды прохожих. До чего греха таить, трое соседей из поселка тоже заказали себе облицовку Хаубергом. Но в сравнении с кирпичом, конечно же, он немного теряет позиции. Мы снова с вами попадаем в сравнение кирпича и Хауберга. Да, это два вентфасада, но уровень этих вентфасадов совершенно разный. Ну да ладно. Самое интересное, что есть одно «но», которое, собственно, все меняет. Смотрите, это отлично видно в сравнении. Сейчас мы отлетаем на 100 метров, и Хауберг начинает брать лидерство. Кстати, это я видел в комментариях, когда я смотрел и выбирал сам материал. Многие писали такой термин – шикарно смотрится с дороги. И это действительно так. То есть с 50-100 метров Хауберг приобретает свою богатость. Вы это видите сами. Интересные белые шовчики просматриваются и так далее. То, чего нет на натуральном кирпиче. Но надо поговорить еще и о проблемах. Они, конечно же, были. И проблемы было две. Первая проблема, она где-то здесь даже и осталась. Я не знаю, увидим мы сейчас ее или нет, но это горизонт. То есть здесь мне пришлось оборвать где-то два ряда, потому что я завалил горизонт, и у меня немножко Хауберг пошел в гору. Я оборвал, и уже по лазеру все отстрелял и обколотил. Техника монтажа – это как бы проблема такая себе. Что нужно понимать? Что когда вы колотите Хауберг, каждый третий, четвертый примерно ряд нужно отстреливать лазером и натягивать шнурку. Это очень легко просматривается в видосах про монтаж. Опять же, возвращаясь в плейлист про Хауберг. И второй момент – это был монтаж ОСБ. Я зафиксировал неправильно перевязку ОСБ, которую мне, кстати, в видосе тоже эксперты потом подсказывали и говорили, что вот здесь у тебя неправильно могут быть проблемы. И у меня в одном месте вздуло немножечко Хауберг. Но самое интересное в этой ситуации, что это место вы не найдете ни в коем случае даже вот на этих облетах сейчас при показе стен дома, если я вам самого не покажу. То есть оно настолько незначительное, настолько мелкое, что проблемы это можно и не считать даже. Но где-то здесь это есть. Кто найдет, напишите в комментарии. Резюмируя все вышесказанное, могу дать свое заключение. Хауберг сегодня активно занимает лидирующие позиции по варианту цена-качество среди вентфасадов. И то и дело, путешествуя по регионам, особенно сейчас Горный Алтай активно застраивается, я вижу, что Хауберг, ну его много, люди поняли, активно его используют в своем строительстве. А, конечно же, говорить сейчас о сроке годности, о сроке эксплуатации материала рано. Но если учесть, что это полный аналог мягкой черепицы, то можно смело пророчить ему светлое будущее. Использовать ли Хауберг на вашей стройке, друзья, решать, конечно же, только вам. Я лишь показал минусы и плюсы данного материала. Лично мне и моей семье он полностью устраивает. Супер, мне нравится. Хауберг, отличный материал для фасада вашего дома, рекомендую. О, я же самое главное не сказал. Это бельгийский и шотландский кирпичи. Много вопросов было именно, что это за материалы у вас на стенах. Так, друзья, я был рад вас видеть сегодня. До скорых встреч. Увидимся с вами на ютубе и Дзене через несколько дней. Все, пока, пока.